Всем привет, ребят! Я рада вас видеть на своем АСМР-канале. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас будет очередное чайпитие Мукбанг, во время которого мы, как обычно, выпьем с вами кружечку чего-нибудь бодрящего, съедим вкусняшку и о чем-нибудь побеседуем. Заваривайте себе поскорее кружку горячего чая. У нас сегодня в Москве уже настоящая осенняя погода. Дождик, пасмурно, холодно, листья летят. Печально, так не хочется на самом деле холодов, поэтому чувствую наступление осенней хандры. У меня еще муж сегодня уехал в командировку опять, так что давайте бороться вместе с плохим осенним настроением. Сейчас кладу чай. Как хорошо. Мне сегодня, ребята, не хотелось ничего сладкого. Тому есть объективная причина. Я вчера объелась своих любимых французских булочек. Помните, я на каком-то из стримов их ела, такие маленькие закрученные как рулетики и внутри с заварным кремом. Мне вчера их очень сильно захотелось. Муж мне сходил их и купил, и я благополучно топтанула. Даже не знаю, сколько я вчера их съела. Короче, сладкого мне еще долго теперь не будет хотеться. Поэтому. Это пирожок с курицей и томатами. Это самса с бараниной. А это какая-то слойка. Даже не знаю, с чем она там. По-моему, зелень, курица, какие-то овощи, перчик вижу. Сыр, кажется. В общем, попробуем сейчас. Я, наверное, разрежу вот это пополам и самсу, потому что не уверена, что съем все. Не хочу, чтобы вы смотрели на недоеденные огрызки в кадре. Ну что, давайте начнем, наверное, с пирожка. Нет, это для этой штуки. Ужасно голодная. Я уже ела эту штуку. Это все я купила в той самой своей годитерской около дома. Где я так часто покупаю сладости для мукбангов. У них помимо сладкой выпечки есть еще вот такая. Ну и о чем мы будем сегодня с вами болтать. Хотела, ребят, сегодня поделиться с вами таким интересным опытом в моей жизни, как опыт первой работы. И работала я официантом. Официанткой. Ну, в общем, вы поняли. А я помню, кто-то спрашивал у меня про эту тему. Спрашивали, что меня сподвигло выйти на работу в таком возрасте. И как это вообще все было. В общем, на эту работу я попала. Это была моя первая, ну, такая серьезная, скажем, работа. То есть до этого там раздача листовок я не считаю за работу. Как я никогда не считала заработком какие-то свои мероприятия в модельной сфере. Для меня всегда это было хобби. И да, я работала в качестве модели достаточно много. Я уже рассказывала об этом на каком-то макбанге. Ну, это были такие чисто символические заработки. Потому что Донецк – это не Милан. Сами понимаете. Еще и в те времена. Короче, я бы занималась этим, даже если бы мне за это не платили. Поэтому как к работе я это никогда особо не воспринимала. Ну, а вот когда мне было 19 лет, я училась на четвертом курсе. Заканчивала, получается, бакалаврат. Устроилась на работу фитляндской. Нет, не на четвертом. На третьем. Ну, в общем, это не суть. Важно. Устроилась я на работу в хорошей, дорогой, достаточно ресторан итальянской кухни. Он был в одном из бизнес-центров Донецка. Ну, вот, проработала я там около полутора лет, наверное, даже. Как-то соотносила свой график работы с учебой. То есть, где-то договаривалась в институте о пропуске лекций. Где-то выходила там на полдня на работу. Давайте пирожок. Попробую. Прям кусочки курицы. Знаете, мне кажется, что начинка в этом пирожке, вот в этой слойке, это что-то идентичное. Ну, ладно. Не суть. Вкусненько. По вкусу этим-то даже пиццу напоминает, потому что там соус внутри, еще томатный. Скажу сразу насчет работы официантом. Я никогда этого не стыдилась. Потому что я не считаю стыдным работать на какой бы то ни было работе, если это честный труд, если это приносит деньги. Ну, не видела в этом ничего зазорного. Мне казалось на тот момент более стыдным просить деньги у родителей. Потому что ну, я считала себя уже достаточно взрослой девочкой. Так, вопрос о том, что меня сподвигло выйти на работу. Считала себя достаточно взрослой. И хотя я училась на бюджете, получала стипендию, но как-то этих денег мне, естественно, не хватало. Вот. Плюс тот год, вот когда я вышла на работу, это был год, когда в Украине произошел один из ну, самых таких крупных экономических кризисов. Многие предприятия закрывались, многие люди теряли работу. Мой папа не потерял работу, но закрылось направление, которое он курировал много лет на предприятии, где работал. Соответственно, зарплата стала намного меньше. Мне хотелось как-то снять часть вот этого финансового времени с бюджета семьи в виде моих каких-то хотелок. Вот. Когда я устроилась на эту работу, я сама начала покупать себе вещи, косметику. Когда-то там покупала продукты домой какие-то, да. Дарила, появилась возможность подарить родителям хорошие подарки на праздники. Мне все это казалось важным, и поэтому я ни разу там ни минуты не ощущала какого-то, знаете, стада, что типа официантка, обслуживающий персонал. Я понимала, что это временная работа, пока я учусь, пока у меня нет высшего образования. Претендовать там на что-то более серьезное я не могла еще в силу того, что неполный там рабочий день могла трудиться. Вот. Поэтому не стеснялась я, короче говоря, этого. Я знала, что многие мои знакомые на тот момент по институту относились к этому как-то так, знаете, предусудительно. Ну, во-первых, я, знаете, работала не в каком-то непонятном кабаке там или в общем в таком сомнительном заведении. Это был приличный ресторан, соответственно, приличная публика. С тех пор, кстати, я полюбила очень итальянскую кухню. Вот. Да и вообще, ребята, я вам так скажу, любой опыт это всегда идет в плюс, как бы в копилку твоей там какой-то жизненной мудрости, твоих умений, твоих навыков. Говорят, знаете, опыт его за плечами не носить. И даже вот такая работа, она все равно мне ну, что-то дала на будущее. Да, я научилась работать с людьми. И когда потом я вышла после окончания бакалаврата, я поступила на магистратуру и смогла найти уже работу себе в банке. Вот. Когда я вышла работать в банк, у меня в каком-то смысле было проще, потому что ну, я уже сталкивалась, да, с работой, где ты постоянно общаешься с клиентом. И не важно, что это было, ресторан или банк, какую я функцию выполняла. Все равно работа с клиентами вживую это всегда достаточно сложно. Особенно, когда я потом стала вип-менеджером, то есть менеджером по вип-клиентам банка. Это вообще отдельная категория людей. Когда-нибудь вам расскажу об этом тоже. Вот. Ну и, конечно, труд официанта это чашки труд. Потому что когда я могла там выйти на полный день, это были 12-часовые смены, то есть по выходным, ну и в какие-то там не среди недели, когда я могла закосить безболезненный институт. 12 часов на ногах. Все время на ногах. То есть буквально не было там возможности присесть. В этом ресторане, где я работала, подавали бизнес-ланчи. А поскольку ресторан находился в одном из торговых центров, то там же были офисы. Это в центре города было, поэтому, короче говоря, наплыв вот в часы обеденные на бизнес-ланчи был громаднейший. Ресторан был достаточно большой. В зале где-то столиков, наверное, 15-20. И была такая маленькая типа летняя площадка, но поскольку ресторан был внутри бизнес-центра, то это просто были там пять маленьких столиков кофейных, и рядом с ними стояли там всякие в катках такие растения искусственные, типа такой зеленый уголок посреди торгового центра. то есть обслуживать нужно было. О, тут еще и оливки. Я думаю, что мне так вкусно. Обижаю оливки. То есть обслуживать нужно было не только зал основной, но еще и вот эту площадочку. У нас в смене обычно было всегда два официанта. плюс зачастую какая-то беда происходила с барменами. Вот. И часто так случалось, что бармена не было. Как вакансия, она постоянно была открыта. И то есть нам приходилось выполнять не только работу официантов, но еще и работу бара. То есть там наливать, смешивать всякие напитки, кофе, чаи, соки, фреши, вот это вот все. Коктейли даже я делала, когда у нас добавилась алкогольная коктейльная карта. Вот. То есть это тяжкие, ну достаточно тяжкие. С тех пор всегда оставляю чаевые официантам, потому что я прекрасно понимаю, что та ставка фиксированная, за которую они работают, это копейки. Основной опор идет, основной заработок это твои чаевые. То есть насколько ты давно улыбалась, какой ты показала класс по обслуживанию гостя, то такие деньги ты получишь в итоге. Поэтому я теперь всегда оставляю чаевые, стараюсь в секунду получить. Вот. Из-за того, что ресторан был как бы приличный, достаточно дорогой, публика была соответствующая. То есть не было каких-то там пьяных дебюширов и тому подобных эксцессов. Вот. Но тем не менее всякие там такие неприятные, курьезные случаи случались. Случаи случались, происходили, короче говоря. Много было всяких таких, знаете, случаев, когда мужчины, которые считают себя, видимо, безумно неотразимыми, считали своим долгом просто испробовать вот свою неотразимость, свое обаяние, очарование на официантке. Это, конечно, всегда неприятно, это всегда как-то смешно, вплоть до того, что я помню когда-то, сейчас, детки, закройте уши, кому нет еще 18-ти, как-то пришла компания мужчин, они были так, не то, что прям пьяные, но на веселе, скажем так. Заказали там какие-то супчики, кофе, что-то еще, и я обслуживала их столик. Получается, в какой-то момент один из них подзывает меня, я подхожу, он мне дает в руки вот та же менажница, которая с соусами и с маслом, он мне дает одну из вот этих колбочек, она такая, ну, долговатая, с крышечкой, он дает мне, говорит, возьмите ее. Я так смотрю, думаю, может она грязная, ну, знаете, просит заменить, может там что-то не то, колба по виду как бы абсолютно чистая. Я говорю, а что с ней не так? Он, ну, возьмите. Ну, я так вот ее беру, сейчас на ножики покажу, беру ее так аккуратненько, он, нет, похватите плотнее. Я говорю, молодой человек, у меня еще пять столов в обслуживании, давайте вы просто скажете, что вам нужно. Он мне говорит, юмор просто, юмор года. Он мне говорит, вы знаете, я хочу поехать в Харьков, до сих пор не знаю, почему в Харьков, ну, видимо, там манипуляции такого рода проводятся. Хочу поехать в Харьков, увеличить свое, ну, скажем так, цивильно-мужское достоинство. Как вы думаете, такая нормальная, вот такое нормально будет? Я, ребята, так растерялась, что мне, вот я выпалила первое, что мне пришло в голову. Я просто спросила, по длине или в диаметре? Таким вот строгим, серьезным голосом. Он в ответ совершенно, он, видимо, не ожидал такой реакции. Вот, он стушевался, что-то там начал хихикать. Я сказала, «Вы знаете, я не специалист в этом вопросе, вам, наверное, лучше обратиться к профессионалам». Вручила ему гордо эту соусницу и ушла. Так что, и такие случались моменты. Их было мало, но, конечно, они были. очень трогательным был случай за время моей работы. Сейчас расскажу. Я тогда, получается, в летний сезон кафе занималась еще производством своего собственного мороженого. делали сорбеты, пломбир с разными вкусами, то есть, такое было добротное, вкусное мороженое. И вот этот вот холодильничек с разными контейнерами, с разными вкусами мороженого мы спускали вниз торгового центра на первый этаж. И в смене вот два человека, да, кто-то один оставался обслуживать зал, второй должен был внизу сидеть на этом мороженом, то есть, отпускать мороженое. Я не любила там сидеть, потому что это было скучно очень, и как бы вообще, то есть, ты целый день тупо сидишь на этом стульчике, просто периодически встаешь и отвешиваешь этой ложечкой специально мерное мороженое. Я всегда, когда там мне выпадала моя очередь там сидеть, я всегда брала с собой какую-нибудь книжку, ну, чтобы время зря не тратить. И я, как сейчас помню, я читала тогда Хемингуэя, это моя любимая книга в Хемингуэе, она называется «По ком звонит колокол?» Кстати, ребята, вот маленькая ремарка, кто не читал, прямо от души рекомендую. Эта книга захватила меня, начиная вот с эпиграфа и заканчивая последними строчками, я просто не могла от нее оторваться. И она такая, такая пронзительная, настолько берущая за душу, что когда я дочитывала последние самые трогательные места, я не выдержала и разрыдалась прямо посреди торгового центра с этой книжкой в руках. И подошла какая-то женщина в возрасте к моему холодильнику, ко мне, и так говорит, «Деточка, что такое, почему ты так плачешь?» Я говорю, «Да книжка, вот там, вот Хемингуэй!» И продолжаю прям натурально плакать. Она так улыбнулась, посмотрела на меня и сказала, «Деточка, это же самые лучшие в мире слезы, одни из самых настоящих и добрых». Это было так как-то трогательно. Она купила мне мороженое и улыбаюсь, и шла. Почему-то, не знаю, на самом деле непримечательный совершенно эпизод, но мне так запомнился почему-то, эта женщина запомнилась. Кстати, раз уж мы заговорили об этой книге, я все-таки еще маленькую вставочку сделаю. Вот тот самый эпиграф, который подобрал Хемингуэй, который на меня произвел прям неизгладимое впечатление. Эпиграф, он взял за эпиграф слова английского поэта Джона Донна, это поэт 17 века, кажется. Я вам сейчас прям даже зачитаю, это очень короткий отрывок. Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. У каждого человека есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И так же, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. На мой взгляд, это потрясающие слова. Все понимают, да, то есть колокол всегда звонил по умершим издревле. Стала такая традиция. Потому и книга получила такое название. И сама по себе книга прям потрясающая. Рекомендую от души. Что-то я уже наелась. Давайте попробуем еще. Не хотела оставлять недоеденные кусочки. Не смотрите на него просто. Все, его тут нет. Да, похоже, это одинаковая начинка. Вот. Ну так вот, возвращаясь к работе официанта. Я считаю, что этот опыт многое мне дал. И, ребят, могу сказать так. Никогда не стоит стыдиться какой-то работы, которую вы выполняете. Ничего в этой жизни бесследно не проходит для вас. и просто нужно понимать, что каждый труд достойный уважения. Еще хочу такой момент заметить, что я когда, ну, конечно, уже просто из реалий, из реалий нашей жизни, когда я оставила эту работу и устроилась в банк по специальности, я получала раза в два, наверное, ну, изначально, раза в два меньше, чем зарабатывала официанткой. Вот такой вот экономический парадокс. Кстати говоря, это достаточно опасная в том плане профессия, что она затягивает как-то вот, вызывает привыкание к получению вот этих денег, потому что у меня был такой живой пример прямо перед глазами. Это был мой знакомый, который сделал, ну, это нельзя назвать карьерой, потому что карьера официанта звучит смешно, но он доработался до того, что служил официантом в одном из самых вешенебельных ресторанов города. Естественно, зарабатывал там прям чаевыми бешеные деньги, шальные деньги, это можно так назвать. И беда была в том, что он эту работу перестал воспринимать как временную. Когда мы закончили уже все институт, он так и остался там работать. Потому что понимал, что если он сейчас устроится по специальности, без опыта работы, он будет получать там, ну, в разы меньше, чем он зарабатывает сейчас официантом. был меня старшим на несколько лет. И, насколько я знаю, по сей день он работает официантом. Ну, так. И уже, даже если он бы хотел что-то поменять, он понимает, что опыта в той сфере, где он учился, нету. Знания тоже уже за это время подстерлись. Ну, и продолжает, собственно, носить тарелки. Вот это, конечно, не очень хорошо, на мой взгляд. Всему свое время. хотя, опять-таки, у каждого человека своя судьба. Просто, ну, еще там 5 лет, ну, 10 лет он поработает тогда, а потом, ну, извините, кто будет престарелого официанта держать в таком заведении. Это все-таки работа для молодых. Вкусно. Ну что, ребята, я надеюсь, вы успели со мной выпить чашечку чая или кофе, съесть что-нибудь вкусненькое. Надеюсь, вам понравился сегодняшний мукбанг. Если это так, то не забудьте мне об этом рассказать своими лайками. Желаю всем хорошего настроения, несмотря на осеннюю непогоду. Главное, чтобы у вас в душе было светло. Всех люблю. Пока-пока.